Москвич Дмитрий Лавриков подрался с таксистом, который хотел обмануть болельщиков из Мексики. Об этом он рассказал в интервью изданию «Говорит Москва». Мы, с супругой Лаврикова, примечаемые. Масленты, болели на Пятницкой за Мексику и уже шли обратно. На пересечении Большой Серпуховской и улицу Павла Андреева мы увидели, что иностранцы вышли из машины, а часть из них осталась салона, и они там шумят и ругаются. Я предположил, что что-то произошло, рассказал Лавриков.По его словам, они подошли к машине, чтобы узнать, что произошло. Мексиканцы рассказали ему, что таксист потребовал заплатить за поездку от Лужников до Большой Серпуховской около 6,5 тысяч рублей. После этого Лавриков поинтересовался, есть ли у водителя такси лицензия, и какую компанию он представляет. Таксист ответил, что он индивидуальный предприниматель и не обязан ничего предъявить. Водитель попытался меня ударить. Мы потолкались. Я предложил вызвать полицию. Он сел в машину и уехал, пояснил Лавриков. После этого он позвонил в полицию. У москвича взяли заявление, но пояснили, что оперативно задержать таксиста не могут. То же самое Лаврикову ответили в ГАИ БДД Даниловского района. В управлении ГАИ БДД по Москве у него приняли заявление в устной форме. Ждем, что нам что-то скажут. Супруга очень переживает, что он нас где-то поймает, потому что он нам угрожал. Сказал, что в этом районе работает, заключил Лавриков.В июне сообщалось, что в столице начали выявлять таксистов, которые намеренно завышают цены при обслуживании иностранных туристов. Атомобильные номера всех недобросовестных водителей запишут и передадут руководству таксомоторных компаний, где те работают. Продолжение следует...